физкульт привет друзья и ученики и просто случайный зритель девчонки сегодня я показываю для вас вторую тренировку на ягодицы и бицепсы бедра которую мы с юлей практикуем в рамках подготовки к ее первым соревнованиям обращаю ваше внимание что это не вторая тренировка по счету к примеру там понедельник среда пятница да а это первую тренировку которую вы видели ссылка на нее будет в описании к данному ролику выполнялась нами в понедельник сегодня пятница это вторая тренировка и здесь мы будем прокачивать не только ягодицы и бицепсы бедра поработаем еще над широчайшими и задней дельтой все это вы увидите в ролике чуть позже но между понедельниками пятница естественно будут тренировки которые вам тоже освещу и все тренировки вы будете видеть сегодня просто показываю чтобы вы увидели разницу между двумя тренировками на ноги на бицепс бедра конкретно на ягодицы которая проводится два раза в неделю в понедельник и в пятницу друзья хорошие новости вы постоянно спрашивали меня где и как можно приобрести одежду с логотипами heavy metal gym теперь у вас есть такая возможность на сайте майки . ру вы сможете найти то что искали и теперь можно ходить тренироваться в майках футболках худи с логотипом любимого канала заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд друзья естественно мы делаем общую разминку после чего делаем экстензии спины это все друзья входит в разминочку и приступаем к становой тяге сегодня юля делает на 5 повторений после разминочных подходов мы выставляем рабочий вес и делаем 3-4 рабочих подхода на 5 повторений обратите внимание девчонки да и мальчишки тоже что рабочие подходы выполняются исключительно в лямках иначе предплечье пальцы устанут по-любому быстрее чем крупные мышечные группы которые мы с вами хотим прокачать и тренировка просто-напросто не получится поэтому запоминайте как правило вы должны в разминочных подходах работать без лямок это укрепляет хват это укрепляет предплечье а в рабочих подходах смело одевать лямки кистевые лямки это очень сильно помогает и так сделали четыре рабочих подхода на пять повторений отдыхаем между подходами ровно столько сколько нам необходимо чтобы восстановить дыхание две минуты две минуты если вам нужно пять минут отдыхайте смело пять минут не нужно никуда гнаться девчонки это не аэробика бодибилдинг телостроительство это не ракетные технологии об этом еще дориан яс говорил и вы должны подходить каждому рабочему подходу отдохнувшим и восстановившимся это очень и очень важно иначе вы будете задыхаться иначе это будет как в кроссфите вред для сердца но что самое главное вы не сможете работать с прогрессией рабочих весов и вам придется наоборот понижать либо повторение либо уменьшать вес на штанге чего нам делать совершенно не хочется следующее упражнение которое мы сегодня сделаем будет сгибание одной ноги стоя отличный тренажер hammer если у вас есть что-то подобное в зале обязательно пользуйтесь вы почувствуете как совершенно по-другому работает бицепс бедра делаем один разминочно-подводящий подход выставляем рабочий вес и работаем на 12-15 повторений сделайте 11 не страшно сделаете 16-17 тоже не страшно но старайтесь укладываться именно в промежуток между 12 и 15 повторениями в идеале это 12-13 повторений со временем вы научитесь понимать себя чувствовать свои рабочие веса для этого девчонки и мальчишки я и рекомендую всем вам особенно кто серьезно тренируется использовать тренировочный дневник вы просто-напросто не удержите в голове все те схемы все те количество рабочих подходов повторений и подходов сколько вы сделали а нам это все очень и очень важно для того чтобы отслеживать прогресс для того чтобы правильно составлять следующую тренировку не забывайте мы тренируемся по принципу периодизации закончили с этим и и переходим к подтягиваниям здесь у нас после разминочки а как разминаться для подтягиваний можно поработать в гравитроне можно сделать тягу вертикального блока для широчайших мышц но разделить свой вес наполовину и поработать с этим весом 1 2 подхода будет достаточно после чего начинаем подтягиваться обращаю ваше внимание это самое сложное но самое важное упражнение и для парней для девчонок хорошие широчайшие мышцы спины для парней это база на которой вы оденете мощные плечи дельты и будете смотреться просто невероятно для девочек это бонус визуально вы сразу становитесь узкими в талии а все каноны красоты неважно там худенькая девочка или немножечко полноватая в разных культурах разное но есть общее это визуально узкая талия по сравнению с бедрами и верхом так вот широчайшие это то что даст вам визуализацию и вы будете смотреться красиво как в спортивной одежде так и в вечернем платье поверьте мне не раз уже видел и вы можете видеть и наверняка тоже видели все это в instagram или в других соцсетях если вы не можете подтягиваться вот юля может самостоятельно подтянуться один-два раза я ей немножечко потихонечку помогаю потом мы только начали это делать это где-то третья тренировка такая до этого у нас четыре месяца была работа в гравитроне еще лучше если вы месяц полтора поработаете в гравитроне а потом перейдете на работу с резинками просто сейчас вы знаете фитнес резинок очень много вешаете фитнес резинку на турник другим концом вы встаете ногами и начинаете работать это идеально если вы совсем не можете подтягиваться делайте как обучают деток на гимнастике вы сначала просто висите на турнике укрепляя хват затем вам помогают подняться в верхную точку амплитуды либо вы просто с помощью стульчика поднимаетесь туда наверх и висите в этом положении пока вас не придавит силой притяжения гравитации вы не опуститесь поверьте это будет очень и очень быстро только потом уже резинка потом уже вам помогают подниматься чуть-чуть как я это делаю и при такой работе вы очень быстро придете к хорошим подтягиванием самостоятельно единственное о чем я вас хочу предупредить если вы хотите действительно улучшить ускорить прогресс в подтягиваниях то подтягиваться нужно очень часто хоть каждый день не переживайте вы не перетренируетесь но очень быстро наберете силу это можно делать только в подтягиваниях и в брусьях во всех других упражнениях такая схема такой подход не прокатит обязательно приведет вас к перетренированности проще всего дома повесить турник и заниматься в свободное время я делал когда в школе подтягивался четыре раза было стыдно мне батя повесил турник и я каждый раз проходя в туалет по коридору или на кухню подтягивался так я с 4 до 10 повторений дошел за месяц за месяц возьмите это на вооружение друзья подтягивания для нас для всех это такой если хотите базовый уровень из четырех упражнений приседания становая тяга подтягивания и отжимания брусьев но я уверен что вы все это знаете кто давно смотрит мои видеоролики ну что закончили с подтягиванием девчонки и идем делать сгибания ног лежа тоже отличнейшее упражнение где шикарно чувствуется бицепс бедра что важно важно хорошо мощно но без рывка сократить мышцы то есть поднять согнуть ноги в коленях и затем еще медленней вернуть в исходное положение но не распрямлять ножки до конца у меня есть видео где объясняю как делать правильно то или иное упражнение обязательно найдите и изучите здесь мы сделали четыре рабочих подходов подчеркиваю рабочих на 12-15 повторений прекрасно себя чувствуем у юли уже болят и ягодицы и бицепс бедра но но это еще не все мы сделаем заключительное упражнение на заднюю дельту это тоже очень важно задняя дельта практически у всех и у парней особенно у девчонок сильно отстает и я потратил два года на слово потратил неправильно я взял и работал два года исключительно над тем чтобы сделать свою заднюю дельту большой и посмотрите теперь дельты действительно смотрятся как шары только за счет того что увеличилась задняя дельта именно задняя дельта определяет насколько будут большими дельты и средняя и передняя у меня есть об этом и видео и статьи надеюсь вы их изучали ну что здесь тоже 4 рабочих подхода на 12-15 повторений можно делать и 17 обязательно друзья после всего этого необходимо сделать гиперэкстензии но вы все это уже прекрасно знаете ну вот девчонки очередное видео для вас и она не последняя пишите обязательно вопросы в комментариях вы знаете на все отвечаю на некоторые нам большинство снимаю видео обзоры видео ответы и вам не сложно поставьте лайк нажмите на колокольчик обязательно делитесь моими роликами своих соц сетях основная работа которую я делаю для вас она совершенно бесплатная и я надеюсь вам не сложно сделать эти простые две вещи три мне приятно вам не сложно ну что друзья увидимся как всегда тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм друзья очень часто вы спрашиваете меня какую гармошку я использую и что могу посоветовать и порекомендовать вам несмотря на то что я живу в штатах я пользуюсь российским производителем маркой ростропин на мой взгляд это самый лучший на постсоветском пространстве продукт играйте на этой гармошке и вы не прогадаете цена качество точно лучше это очень высокая степень очистки и соответственно сохранение вашего здоровья и более продолжительного действия на наш организм сделав заказ на сайте ростропин точка ком вы получите заказ в любую точку планеты тренируясь грамотно и с умом вы обязательно достигнете хороших результатов проверено на себе заходите на сайт ростропин и заказывайте лучшую гармошку